Сегодня я хочу поделиться с вами парой простых идей, которые помогут вам почитать Бога своей жизни. Если мы будем знать, что Бог сказал нам, о нас и для нас, это поможет нам почитать Его, начнем с послания к Евреям. Там сказано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздаются. Без веры невозможно угодить Богу. Это несложно. Это не потребует много сил, просто если у вас нет веры, значит вы не угодны Богу. В Библии сказано, что вера есть осуществление, а еще в Библии сказано, что Бог дает каждому меру для веры. Бывает большая вера и малая вера, а также растущая вера, но вы можете заставить расти веру, которую дает вам Бог. В послании к римлянам сказано, что вера идет от слышания, а слышание от Слова Божьего. А если мы будем слышать Слово Божие, вера в наших сердцах будет расти. Итак, вера важна, она не опциональна. Если у вас нет веры, то неважно, что вы делаете, и неважно, как вы добры и великодушны, без веры вы не угождаете Богу. Я полагаю, что эти слова вам немного помогут. Ветхий Завет был написан, угадайте, на каком языке? На еврейском. А новый — на греческом. Мы в греческом и в еврейском слово, используемое для обозначения. Вера можно перевести как «исполненный верой». Человек веры должен быть «исполнен верой». Еще одним синонимом этого слова является преданность. Человек веры — это преданный человек. А вам не стать человеком веры, если вы не исполнены ей. Если я увижу кого-то, кто не верен в своих жизненных обязательствах, если их слова неправедны, если они не почитают самые главные отношения в их жизни, если они не проявляют преданности, даже если они посещают церковь по выходным и читают Библию, они не являются людьми веры. Ибо люди веры исполнены ею. Если вы хотите, чтобы Бог считал вас человеком верой, будьте верны Ему. Вот в чем дело. Вера зависит от степени веры к человеку по имени Иисус Назарий. Во что мы не верим, мы верим не в здание и не в церковь. Мы верим в человека по имени Иисус Назарий. Если вы верите во что-то другое, это вам не поможет, потому что такая вера обречена на провал. Но Иисус никогда вас не подведет. Давайте прочтем, что сказано во втором послании к Тимофею. Павел писал эти строки, сидя в римской тюрьме. «Через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом, и учителем язычников. По сей причине я и страдаю так». Он попал в тюрьму не из-за воровства, мошенничества или убийства. Он оказался там, потому что был защитником Иисуса Назария. И он говорил, «Но не стыжусь, ибо я знаю, в кого верил». Он верил не в религию. Он верил не в какое-то течение, а сказал, «Ибо я знаю, в кого уверовал. И уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Мы с вами люди веры, но это не из-за того, что мы относимся к какой-то религиозной системе или течению, или слушаем проповеди какого-то пастора. Мы верим в человека по имени Иисуса, и проявляем мы свою веру в доверии к Нему. Мы все связаны с Ним. Мы не просто друзья Иисуса в Его церкви. Мы Его друзья в этой жизни. Какие же у нас привилегии, если мы люди веры? Послушайте, что мне нравится во всем этом, несмотря на нашу разницу в возрасте и другие различия? Дети, способные проявить преданность, это самые зрелые люди из нас. Иногда мне кажется, что они куда преданнее, чем кажутся. Они могут быть преданы своим родителям, своей семье и тому, что ценно для них в их жизни. Не думайте, что для того, чтобы стать человеком веры, надо преодолеть какой-то волшебный возрастной порог. Кем бы вы ни были, вы можете стать людьми веры. Также хочу добавить к этому еще одну вещь, которая, на мой взгляд, тоже необходима, чтобы процветать в этой жизни. Это дружно. В церкви мы особо об этом не говорим. Мы считаем, что наши друзья не связаны с нашей верой. Но у всех нас есть желание с кем-то дружить. У всех нас есть желание иметь с кем-то дружеские отношения. В нашем обществе есть много факторов, которые могут разлагить отношения. Сегодня у нас есть множество новых способов общения, но они не делают нас ближе. Они дают нам возможность прилиться большим количеством информации, но из-за них мы отгораживаемся от других. У всех нас есть желание иметь человека, которому мы могли бы полностью довериться. Многие из нас идут по жизни, отгородившись ото всех и в одиночку, как острова. Многие из нас горды тем, что построили стену, эмоционально отгородившую нас от окружающих. В христианстве дружба является одной из основных ценностей. Я процитирую вам, что сказано в Евангелии от Луки, где мы можем увидеть, как это отразилось в жизни Иисуса. Мы знаем много таких примеров, но мне нравится именно этот. Иисус готовится принять свои страсти. Это вечер, в который его предадут. Многих из нас могли бы парализовать такие боли, страдания, ибо Иисус знал, что его ожидает. Но за этими мыслями он заговорил с одним из своих друзей, Симоном. Симон Петр был одним из рыбаков, ставших учениками Иисуса. Итак, вот что сказано в Евангелии от Луки, Симон, Симон. А вот Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Иисус хотел донести до Петра, что скоро его вера подвергнется испытаниям. Его верность скоро подвергнется испытаниям, и скоро он оступится. Иисус говорит Петру, что скоро тот отречется от него. Он отвечал ему, «Господи, с тобою я готов и в темницу, и на смерти тебе». Но он сказал, «Говорю тебе, Петр, не проповет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня». Хочу сказать и вам, что Иисус был очень хорошим другом Петра. Истина заключается в том, что он и сегодня будет хорошим другом. Всем тем, кто хочет быть его другом. Иисус знал, что сделает Петр, и сообщил ему об этом. Он протянул Петру руку надежды еще до того, как Петр осознал, что она ему нужна. Это и есть хороший друг. Петр думал, что он будет твердо предан Иисусу. Его преданности ничто не помешает, и она непоколебима. Иисус сказал, «Я молился о тебе, ибо ты отречешься от меня». Но это нормально. Это и есть хороший друг. Друг, который знает, что под давлением ты оступишься, но все равно протягивающий тебе руку. Лучшего друга, который когда-либо будет у вас, зовут Иисус. Тут дело не в религии. Дело не в присоединении к какому-то движению, и не в сидении в каком-то здании. Наша способность быть друзьями исходит из нашей способности быть друзьями Иисуса. Он любит нас и тогда, когда мы ведем себя не лучшим образом. Он всегда протянет нам руку помощи. Если вы читали Благую Весть, а мы ее еще много будем читать, то вы знаете, что те, кто уделяет время Иисусу и связан с Ним, меняются навсегда. Он брал в свои ученики рыбаков, и когда Иисус отправился на небеса, они не вернулись к рыбной ловле. Матфей не стал снова мытарем. Лука не вернулся к медицине. А когда учеником Иисуса по дороге в Дамаск стал Саввук и Старсом, он уже больше не возвращался к фарисейству. Их связь с Иисусом навсегда изменила их жизнь. Это не было для них временем. Их так преобразила сама природа их связи, и то, какие возможности им предлагали, что они уже не могли быть прежними собой. Но я считаю, что стоит упомянуться и о том, что Иисус не лишил их жизни тягот. Если вы друг Иисуса, то это не значит, что вы не будете испытывать сердечную боль, страх или неудобство. Когда я впервые прочел молитву, которой Иисус молился за Петра, я подумал, «Я бы не хотел, чтобы за меня молились такой молитвой. Я не хочу, чтобы ангелы охраняли меня от дьявола. Я не боюсь трудностей». Но Иисус поступает так не всегда. Иногда наша верность Ему проявляется, когда мы переживаем трудности. Не надо недооценивать вашу дружбу из-за того, что вам не нравится, что делает с вашей жизнью ваш друг. Вы когда-нибудь слышали, как ребенок говорит родителям, что ему нужны другие родители? Они всегда веселят такие сцены. «Хватит себе мороженого! Мне нужна новая мама!» Они пытаются получить от родителей то, что они хотят. Иногда у нас бывают похожие сцены с Господом. Ведь так, если Он не делает того, что мы хотим, мы говорим порой, «Может, мне и не стоит тебя славить, но Он наш друг, и когда мы ведем себя, как малые дети, Он не всегда уменьшает боль». Отличный пример можно найти в Деяниях. Если мы обратимся к концу Деяний, где апостол Павел прибыл благовествовать в Рим, он выполняет поручение, которое ему дал Иисус. Он сказал ему, «Я хочу, чтобы ты отправился в Рим ради меня». И вот лучший в мире защитник Иисуса оказывается в самом главном городе тех времен. «Если бы я был на месте Павла, я бы подумал, ничего себе! Я поеду в большой город, поеду туда первым классом и хорошо поем, а еще возьму с собой друзей. Поехали!» И вот он отправляется в Иерусалим, чтобы подготовиться к пути, но там его берут под стражу. Его обвиняют в том, что он не делал, и Рим не помещают его в тюрьму. А евреи к Иерусалиму начинают планировать покушение на него, но их попытка не терпит успеха. Но римлян она напугала, и они отправляют его из Иерусалима в Кесарию, которая тогда была в основном городом римлян, чтобы его защитить. Там его снова помещают в тюрьму, он переживает много испытаний, и, наконец, понимает, что его единственная надежда попросить у императора римского гражданства, и тогда его точно доставят в Рим. Его сажают на корабль, причем не в каюту первого класса, а заковывают в цепи и приставляют к нему римского стражника. Но корабль, на котором он плывет, попадает в ужасный шторм. И этот шторм продолжается много дней, и в итоге моряки уже теряют всякую надежду выжиться. Они выбрасывают свой груз за борто, заодно и все лишнее снаряжение, чтобы хоть как-то продержаться. И тут Павлу является ангел и говорит, «Все в порядке? Ты нужен мне в Риме?» Что значит «это все в порядке?» Я уже много дней переживаю этот шторм. После встречи с ангелом Павел обращается к команде корабля и говорит, «Послушайте, нам лучше туда не быть. Просто прекрасное замечание». Он сказал, «Прошлой ночью мне явился ангел от Господа, которому я служу, и сказал, что все мы спасемся, если останемся на борту». Итак, корабль трещит по швам, но им все же удается добраться до острова. И Павел разжигает костер, чтобы они могли согреться, но тут его кусает ядовитая змея. Местные жители отходят прочь от него, говоря, что это должно быть сборья кара. Но он не умирает, и они принимают его за Бога, и хотят его славиться. В итоге Павел попадает в Рим и благовествует в ожидании своего приговора. «Вы бы хотели отправиться в миссионерскую поездку с таким, как Павел? Нас возьмут под стражу. Периодически на нас будут совершать покушения, нас будут переправлять из одной тюрьмы в другую. В конце концов, нас привезут для прочтения нам приговора на корабле, и он развалится на части. Но не беспокойтесь». Вы это, скорее всего, переживете. И в конце концов, станете защитниками Иисуса. Бог будет хоронить нас, весь наш путь. Я не говорю вам, что все будет просто, а каждый день будет приносить вам веселье. Послушайте, дружба с Иисусом не означает, что в вашей жизни не будет больше сердечной боли. Ибо Бог обещал поддерживать нас. Мы не должны быть одни. Вы будете хорошим другом другим, если станете хорошим другом Иисусом. Сто дней веры помогут нам стать другими людьми, другую церковью, другой конфессией и изменить ваш дом. Мы не просто пытаемся быть религиозными и учим новые слова по выходным. Мы хотим, чтобы Иисус вошел в нашу жизнь и изменил нас. Каждый из нас хочет преуспеть, и, мне кажется, это заложил в нас сам Бог. Я говорю вам сейчас хорошую новость. Бог не против вашего успеха. Обычно христиан это выводит из себя. Они говорят, вы хотите, чтобы мы процветали? А что, вы хотите прозябать, а вы не ищете? Я говорю это с опорой на Писание. Бог желает, чтобы вы были успешными. В третьем послании Иоанна сказано, «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Посмотрите, какие прекрасные слова говорит нам Бог. «Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. Бог за вас». Но тот факт, что Он за нас, не означает, что нам тут же ответят. Аллилуйя! У Иоанна есть один стих, раскрывающий нам ключ для успеха в жизни. Это простые слова. Лично я обратил внимание на то, что основные библейские истины сказаны простыми словами. И не надо их усложнять. Я расскажу вам кое-что о себе. То, что я прекрасно понимаю, я в состоянии объяснить третикласснику. Когда же я использую длинные слова, я не понимаю, о чем я говорю. Такой уж я. Послушайте, что сказано в первом послании Иоанна. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Исполняющий волю Божию пребывает вовек. Путь к успеху может быть сопоставлен желанием нашего сердца исполнять Божью волю. Это не так сложно. А что значит «исполнять Божью волю»? Это значит жить в свете истины того, что вы знаете, что собираетесь исполнять Божью волю. Живите жизнью истины, которую явил вам Бог. Если Бог наделил вас даром быть верным, то Он наделил вас великим пониманием, и вы можете быть верны Ему более значительно. Но если мы неверны истине, которая у нас есть, то нам не исполнить Божий Бог. Чего же мы думаем, что Бог даст нам великое понимание? Просто начните исполнять Божий волю. Если вы не делали этого раньше, не надо стыдиться и винить себя. Просто скажите, «Господи, мне жаль. Меня это раньше не беспокоило. Пожалуйста, прости меня. Я не хочу в ад. Я хочу тебе помочь. Я хочу почитать тебя своей жизнью». Это поменяет ход вашей жизни. Мне кажется, очень важно это объяснить. В первом послании Иоанна сказано, «И мир проходит эпоха с егоом». В греческом языке есть несколько слов, которые можно перевести как «мир», но одно из них имеет уникальное значение в рамках Нового Завета. Это определенно особое значение. Используемое здесь слово «мир» подразумевает собой все общество, которое не покорилось и не подчинилось праведному правлению Бога, Царству Иисусом. Это мировой порядок, противостоящий Господству Иисусом. Вы знаете, что можно быть религиозным и не покориться Царству Иисусом? А вы ходите в церковь, читаете Библию, но не собираетесь покоряться Иисусу. Мы должны научиться жить по-другому в этом мире. Мы живем в мире, но не принадлежим Ему. Нас отличает не наш дресс-код или меню, нас отличает то, кого мы считаем главным в нашей жизни. Всякий, кто идет против нашего Царя, во всех смыслах мятежник. Библия говорит нам открытое и много раз повторяет, что отрицание Иисусом — это временная вещь, и это когда-нибудь пройдет. Это не будет длиться вечно, если мы решаем исполнять Божью волю. Мы связываем себя с вечным, постоянным и победоносным Царством нашего Господа. Почему исполнять Божью волю так важно? Почему это так важно? Чтобы получить ключ к успеху в жизни, в любой ее сфере. Дело в том, что мировая система когда-нибудь отомрет. Она не вечна. Она будет длиться от сейчас до потом. Потом — это когда к нам вернется Царь и будет править и царствовать на планете Земля. Праведность и истинь. Вы знаете, что у нас сождет? Праведное правление Бога по всей земле. В Библии сказано, тогда волк будет жить вместе с ягненком, и младенец будет играть над норою Аспида. Тогда мы служим наши мечи, и у нас больше не будет войны, слава Богу, между сейчас и потом. Между нынешним моментом времени и тем, что будет будущим, когда состоится Божий суд над системами этого мира. Все системы этого мира, противостоящие Богу, узнают, что такое Божий суд. Но что же позволит вам прожить успешную жизнь в этот период? Решение исполнять Божью волю. Я могу привести вам из Библии много описаний последних дней, но процитирую всего пару из них. Одну из них мы найдем у Исаии. Оно особо трогает мне сердце. И вот как оно звучит. Когда упадут башни. Когда упадут башни. Я знаю, здесь собралось много скептиков, которые могут мне сказать, но это же всего пара слов из книги Андреевнего Пророка. Нам этого мало для описания будущего. Я оценю ваше мнение. Я уверен, что вы в нем не одиноки, но послушайте. В Благовести полно похожих описаний. Их нам привел Иисус, Его ближайшие последователи. Они говорили, что именно это Бог рассказал им о будущем. Я всем сердцем верю, что нас ждет день, когда Бог вмешается в происходящее. Он потрясет землю, в том числе и в прямом смысле. И тогда башни действительно упадут. Со времен книги Батия и Пусей и День эти башни — это выражение способностей и возможностей человеческих существ, а также выражение гордости и гордыни человеческих существ. И когда Бог начнет осуждать землю и системы этого мира, то придет день, и башни падут. В Первом Послании к Коринфянам сказано, ибо проходит образ мира сего. Я не против того, что творится в мире. Я использую здесь все предоставляемые мне миром возможности, но не доверяю им своего будущего. Единственная вещь, которая будет вечно, — это Божья воля. Если мы с вами объединим сердца с Божьей волей, мы будем жить по Божьей воле. Нас ничто не потрясет. Мы будем выносливы, и у нас будет цель. Аминь. Как говорят преподаватели на лекциях, включите мозги, читайте и учитесь, применяйте это к себе. Не надо оставлять мозги в машине, когда вы идете в церковь. Мне иногда говорят, «Пастор, я не люблю читать». Да, это тяжело, но пора меняться. Иногда некоторые мне, наоборот, хвастаются. Я прочел так много книг, а еще я был в старших классах. Я рад за вас, но еще не поздно. Так что вперед, включайте свои мозги. Когда вам что-то нужно, вы включаете свой мозг. Например, Когда вы мысленно создаете себе команду мечты. Вы используете свой разум для стольких вещей. Используете его и для Бога. Давайте, попробуйте. Не обязательно развивать для этого интеллект. Разум вам нужен и для общения с людьми. Вы должны представлять себе, как с ними общаться. И, кстати, добиться этого можно при помощи одного маленького изменения. Начните слушать других. Если вы спрашиваете, как дела, то послушайте, что вам ответят. Если вы считаете, что не хотите этого знать, то просто возьмите и послушайте. Чтобы все наладить, просто послушайте других. Нам нужно служить Богу. Нам нужна Божья истина, чтобы понять духовные мотивы того, что происходит рядом с нами. Причем и зла, и добра. Потому что и то, и другое есть в нашем мире. Иисус сказал, что когда Он вернется, в мире точно будут две вещи. Будет много обмана и лжепророков. Поэтому мы должны знать, что делать. Нам нужна Божья истина. Если мы собираемся исполнять Божью волю, нам нужно, чтобы наш разум и дух были в соответствии со всемогущим Богом. Но это придет к нам благодаря не одной молитве, а благодаря череде решений, которые мы принимаем в своей жизни каждый день. Я просто удивлен Божьими благостью, настойчивостью и любовью в нашей жизни, когда мы этому учимся. Прежде чем попрощаться с вами, я хочу вам кое-что сказать, а вернее предложить. Хочу предложить вам поучиться вместе со мной. Это прекрасная возможность. Учеба предполагает, что мы будем что-то делать, что поможет нам чего-то добиться в будущем. Того, чего мы не можем добиться сегодня, даже если очень стараемся. Некоторые из вас долго пытались угодить Богу, но сегодня Бог своей милостью и благодатью приготовил нам эту учебу. Благодаря ей мы будем куда полезнее Божьему Царству, чем сегодня. Бог нас к чему-то готовит. Если у вас сейчас тяжелый период в жизни, на вашу долю выпали испытания, и ваше сердце не очень счастливо, это не означает, что Бог ушел от вас. Он готовит вас. Так что пригласите в вашу жизнь Божий Дух. Скажите, Боже, помоги мне уяснить этот урок. Я хочу измениться для тебя. Отец, спасибо тебе за то, что твоя любовь помогает нам и учит нас. Мы хотим сотрудничать с тобою. Помоги нам все уяснить. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Послушайте, как пастор Аллен Джексон читает отрывок из своей новой книги под названием «Осознанная вера» «Согласование вашей жизни с сердцем Божиим». Всего один период нашей жизни может навсегда изменить все ее течение. Очень многие из таких периодов мы не выбираем сами. Мы не просим о раке, мы не просим получить выходное пособие, мы не просим о смерти того, кто нам дорог. Иногда в нашей жизни наступает настоящая зима. Мы страдаем и увядаем. Нас разрывает на части. У нас нет силы избежать таких периодов. Но у нас есть сила развить у себя привычки, которые приведут нас к более благоприятному результату в такие периоды. Я хочу воодушевить вас развить у себя такие привычки, которые изменят вашу жизнь. Вы можете отправиться в стодневное путешествие, которое поможет вам ощутить Бога. Для того, чтобы получить эту книгу, зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который вы видите сейчас на экране. Если вы сделаете пожертвование сегодня, вы также получите журнал «100 дней осознанной веры», где вы можете каждый день записывать ваши мысли и выписывать наиболее вдохновившие вас цитаты. Он поможет вам развить осознанную веру. Для этого зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который вы сейчас видите на нашем экране. Послушайте, как пастор Аллен Джексон читает отрывок из своей новой книги под названием «Осознанная вера» «Согласование вашей жизни с сердцем Божиим». Всего один период нашей жизни может навсегда изменить все ее течение. Очень многие из таких периодов мы не выбираем сами. Мы не просим о раке, мы не просим получить выходное пособие, мы не просим о смерти того, кто нам дорог. Иногда в нашей жизни наступает настоящая зима. Мы страдаем и увядаем. Нас разрывает на части. У нас нет силы избежать таких периодов. Но у нас есть сила развить у себя привычки, которые приведут нас к более благоприятному результату в такие периоды. Я хочу воодушевить вас и развить у себя такие привычки, которые изменят вашу жизнь. Вы можете отправиться в стодневное путешествие, которое поможет вам ощутить Бога. Для того, чтобы получить эту книгу, зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который вы видите сейчас на экране. Если вы сделаете пожертвование сегодня, вы также получите журнал «100 дней осознанной веры», где вы можете каждый день записывать ваши мысли и выписывать наиболее вдохновившие вас цитаты. Он поможет вам развить осознанную веру. Для этого зайдите на наш сайт или позвоните по телефону, который вы сейчас видите на нашем экране.